Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Было дело, мы как-то смотрели с вами в одном из обзоров на модификацию Whitespan Vehicle System от авторов Dogface и BDB SSB. Это такая обезличенная версия универсальной сельхозмашины от компании Nexat. Она работает с различными модулями, что делает ее действительно очень и очень универсальной во всех отношениях. В релизной версии мода, собственно, была вот эта машина, опять же, вот такой вот модуль комбайна, которому зажатки цепляются, и трейлер, который перевозит этот самый модуль. Собственно, это перелицованный трейлер от компании Кроны в такой вариации Hawk Leaf. В дальнейшем авторы создали еще несколько модулей, которые действительно очень и очень круто, друзья, раскрывают возможности этой самой машины. Собственно, сейчас в этом обзоре на все и посмотрим, тем более, что я обещал показать, как только что-то новое для этого мода появится. Собственно, имеем в базе, опять же, вот такую модификацию машины с двигателем на 1156 лошадок и максимальной транспортной скоростью. 41 км в час есть вариации выбора дизайна, либо Евросоюз, либо США. Ну и кроме того, ребят, все это добро можно перекрасить, включая обода. В комплекте у нас этого самого модуна, который мы смотрели в релизе, имеется вот этот самый модуль комбайна. Объемов 23 тысячи литров, он также красится. Ну и также имеется трейлер, как я уже сказал, кроновский, переделанный. Вот такая вот платформа с вариацией Хоклифт. Собственно, она прихватывает модули, которые необходимо доставить для нашего, для нашей машины, хотел сказать, комбайна. Все-таки комбайном не поворачивается язык его назвать. Доставить, в общем, для нашего Нексата в поля вот эти самые модули и дальше уже с ними работать. Ну и, собственно, новые модули, ребятки. Вот такая вот навозная цистерна на 24,5 кубометра, рабочей шириной в 13 метров и 16 км в час максимальной рабочей скоростью. Также можно покрасить непосредственно цистерну. Основание этой самой цистерны. В целом, цветовая гамма для всех модулей. Для этого мода она одинакова. Также у нас имеются, ребятки, сажалка и сейлка. Появились относительно недавно. Обращаю внимание, что у сажалки есть вариации еще и с одновременным внесением не только семян, но и удобрений. Причем выбираем мы здесь в конфигурациях, либо мы вносим и то, и другое по 8000 литров, либо имеем возможность вносить 16000 литров семян. Ну и, собственно, максимальная транспортная скорость, точнее, рабочая скорость 16 км в час и рабочая ширина у нашего устройства также 13 метров. В принципе, у него все эти самые устройства рассчитаны на 13 метров рабочей ширины. Кроме истории с жадками, они там отдельно уже берутся от разных комбайнов в зависимости от ваших предпочтений. Собственно, вот, ребятки, вот эта сейлка. Как вы могли обратить внимание, здесь только семена вносятся, все то же самое, кроме того, максимальной скорости рабочей 15 км в час. И обращаем внимание на то, что наша сейлка может работать без предварительной подвески почвы. То есть она сама занимается мелкой культивацией. Кроме того, появился у нас также недавно вот такой вот опрыскиватель. Здесь мы имеем, опять же, уже рабочую ширину в 40 метров, благо она раскладывается, максимальная рабочая скорость 12 км в час и объем цистерны у нас без малого 20 тысяч литров, если быть точнее, 19 800. Собственно, ребятки, сейчас мы на это все и посмотрим. Ну, давайте, как и в релизной версии, мы все-таки сначала соберем именно комбайновую версию, потому что она самая, скажем так, как была самой сложной, так и осталась. Потому что необходимо сам модуль комбайна дотащить до поля, отдельно сжатку, разумеется, притянуть, собственно, вот ее и соберем в полях. Ну, а пока, опять же, вспомним, что у нас, что касается внешних проявлений, есть у нашей вот этой специфичной машины. Но обращаем, ребят, внимание, как у нас центруется кабина, точнее, камера по кабине. И кажется, что это очень неудобно, учитывая, какая у нас длиннючая машина 13-метровая. Тем не менее, поверьте, ребят, на самом деле, это очень удобная в обращении машина. Вот так мы смотрим на все добро. Рабочее освещение в порядке в полном. Видите, у нас еще и бортовой компьютер подсвечен. В этом плане вопросов нет. Также имеется, конечно же, такой антураж, как износ и загрязнение. Здесь авторы также поработали. Ну, и, конечно же, обратимся с вниманием, ребят, когда, разумеется, пробежимся по антуражу. Собственно, вот оно, загрязнение. Здесь, конечно, тоже очень здорово сделано. Кроме одного момента в салоне мне не очень понравилось, как пол загрязнен. Он там странным образом как-то размазана там грязь. Ну, ладно, это уже дело на любителя. Здесь главное у этой машины совершенно другие вещи. Это вот история для тех, кому нравится современная, действительно суперсовременная. Специальная техника. Ну, износ давайте посмотрим, ребят. Он также у нас присутствует. Пожалуйста. Особенно вот на этой передней части. Там, где у нас модули прицепляются, затертости имеются. Ну, и также вот, пожалуйста, по краям имеем затертости. Весьма и весьма симпатично проделанные. Собственно, ребят, теперь можем уже переводить наше устройство в транспортный режим. Все-таки это вот в данном случае рабочее положение. Нажимаем на X и сейчас наша машина будет менять положение, переходить вот в режим, скажем так, сосиски или колбасы, как угодно его называйте. Действительно, в таком положении это у нас устройство похоже либо на таксу, либо на сосиску, либо, например, на британский тратанк ТОК-2. Ну, те, кто играли в мир танков, разумеется, знают, о чем я говорю, весьма призабавнейшая машина. Собственно, вот в таком вот положении наш замечательный Nexatik обезличенный перемещается на поле. Как вы видите, максимальная скорость у него 41 км в час. Быстро он ее набирает без вопросов. Ну, а в полях уже он будет работать, разумеется, на той скорости, которую предлагает его инструмент. Собственно, вот в таком положении, ребят, его доводим до поля. И дальше будем переводить его обратно в рабочее положение. Ну, вот еще раз обращаю внимание. Вроде бы казалось, действительно длиннючая у него эта рама, эта основа. Но, тем не менее, весьма и весьма очень удобен он, ребят, в работе. И удобство это не хуже, чем, например, у комбайнов, например, у тех же самых, либо у тракторов с центральным расположением кабины. Здесь же вроде бы казалось, ой, как далеко все, но на самом деле все очень и очень удобно. Разумеется, единственный момент, связанный с тем, что когда вы приезжаете на поле, надо разложиться, надо подвести инструмент. И тут, конечно же, он требует определенного места для того, чтобы ему как-то разойтись, собрать в кучу все, что ему требуется. И вот сейчас, например, мы перетопчем немножечко край поля, потому что нам еще надо модуль, собственно, комбайна потащить. Сейчас мы его будем цеплять вот таким вот устройством, перелицованным прицепом кроны, где у нас, как вы видите, на X вытягиваются вот такие специальные стрелы, которые будут прицеплять модуль, нужный нам, в данном случае комбайновый, для того, чтобы его погрузить и уже в дальнейшем отвести на поля. Для удобства, как вы видите, под вот этими самыми крюками стрел имеются вот светящиеся точки, там, где мы вроде как должны соединиться с прицепом, на самом деле, там не все так просто. И я несколько сейчас потуплю, чтобы прицепить. Конечно же, разумеется, не так сейчас, чтобы и сложно, но сейчас мы зацепим, ребят, все будет, разумеется. Вы видите, как появится этот триггер Q, прицепим этот самый модуль комбайновый, повезем его в поля. Так цепляются абсолютно все модули, не только комбайновые, разумеется, и те, что у нас уже в полях стоят. Я решил ускорить этот процесс, но и еще раз говорю, показываю изначально комбайновое сочетание, собственно, которое я показывал в первом обзоре по этому моду, потому что его дольше всего собирать. Это наиболее забавное задание и квест для тех, кому нравится усложнять о себе жизнь. Вот действительно, надо доставить, собственно, саму машину, привезти этот модуль отдельно на трейлере. Плюс ко всему, разумеется, нужно еще привезти жатку. Что касается, ребятки, жатки. В принципе, он цепляет любые абсолютно устройства, но как бы рекомендуют авторы мода цеплять джундировские 13-метровые жатки. У нас там в данном случае, эксперимента ради, выбрана кейсовская дефолтная жатка с рабочей шириной более 13 метров. Ну, я как бы в обзоре уже показывал изначально, в самом первом, работу с дефолтной жаткой от Джундир. Ну, блин, ребят, давайте немножко поэкспериментируем. Опять же, в том обзоре я не показывал, как этот самый мод, например, работает с искусственным интеллектом, насколько боты справляют с ним. Так что и в этом обзоре также посмотрим и на этот момент. Не только что нам новые модули тестить. Понятное дело, что имея такие модули с таким объемом загрузки, с такой рабочей шириной, разумеется, он дает очень хорошие объемы. Ну, и, конечно же, ребятки, всех плюсов вот этой машины, конечно, не прочувствовать. Потому что вы сами прекрасно понимаете, и вот колесная эта база, она неспроста, а, разумеется, под нее, конечно, желательно подгонять поля, чтобы вот в реальной жизни, вот гоняя по одной и той же колее, наш этот самый NX-Up не перетоптал эти поля. Разумеется, это все на пользу делу. Но вот в игре такого нет. Ну, в принципе, вы сами можете на пустых картах распахать себе под колесную базу этой машины поля. Ну, опять же, ребят, если вам интересно, а так, на самом деле, он и так, этот замечательный, безличный NX-Up, в данном случае WSAVS устройство сокращенно называется, вот он и так, в принципе, будет объем давать, потому что хороший. Да, ну, без этого эффекта вау от сберегающих, скажем так, технологий. Итак, ребятки, вот в таком разложенном положении подъезжаем к модулю, обратите внимание, как плотно, ведь он спокойно входит под каждый модуль на Q сцепляем, и все. Остается только в данном случае, конечно же, еще жатку комбайна подтянуть. Для других устройств, разумеется, такого уже не требуется. Что для опрыскивателя, что для сажалки и сейлки, что, собственно говоря, для навоза-разбрасывателя. Там только переведи в рабочее положение. Но вот здесь все-таки нужно немножко заморочиться. Вот мы на джундире подвозим эту кейсовскую жаточку дефолтную. Сейчас подтащим, разумеется, комбайн к нему. Ну, точнее, этот обезличенный Nexat в вариации с модулем комбайна. Ну, и прицепим. Так же, как и на комбайне, на любом другом, видите, подъезжаем. Вот, опять же, стыкуемся на куб. Все, полный порядок. У нас есть, видите, транспортное, это самое устройство. На X складываем эту вариацию тележки. Все, мы готовы работать. Ну, и, конечно, да, еще раз, ребят, обращаю внимание, дело, конечно, привычки. Это не самый, не то, что неверткий вариант с техникой. Но, тем не менее, к нему надо привыкать и понимать, что для того, чтобы тот же комбайн сложить, требуется место. Поэтому, если вы играете с уничтожением полей, то можно вот сотворить на краю поля вот такое вот. Если поле небольшое, то, разумеется, его уничтожат по факту. Что касается того, как это все, друзья, раскладывается на X. Все стандартно раскладывается, как и любой другой комбайн. На V опускаем это самое устройство, и все дальше спокойно работает. Я, в принципе, уже показывал, как это все работает в прошлом обзоре. Так же, как и на любом комбайне, на О нажимаете, когда вам нужно разгрузиться. Откидывается у него струба, которая вот на лицевой стороне этого модуля находится. Ну, а как модуль выглядит, сами прекрасно видите. Очень-очень симпатично. Ну, и, ребят, то, о чем я говорил. Обратите, пожалуйста, внимание. Согласитесь, камера вроде бы далеко, но как прекрасно видно эту жадку, длина которой чуть меньше 14 метров. То есть, все прекрасно видно, где находится край жадки, как она проходит. Поэтому вопросов с тем, насколько удобно работать с инструментами, на этой машине вообще не возникает. Вот видите, прекрасно виден этот край жадки, край поля, по которому мы проходим. То есть, вообще можно спокойно работать и не заморачиваться. То есть, несмотря на то, что кабина так далеко находится от противоположного края, вопросов по работе с ней не возникает. И все очень и очень довольно-таки комфортно. Не требуется, чтобы эта кабина располагалась где-то по центру. Все весьма-весьма симпотно. Ну, а мы, ребятки, переходим к навозной цистерне. Вот такая она тоже 13-метровая, длиннючая. Что касается того, как это добро работает. Все, в общем-то, по стандарту, как и на других устройствах. Также все на X раскладывается, на V опускается. Дальше на B нажимаем и поехали выносить жидкий навоз. Разумеется, что нравится в этом устройстве, ребята, довольно-таки высокая рабочая скорость. Если вы посмотрите на дефолтные вот эти самые цистерны для разбрасывания навозной жижи, то у них рабочая скорость весьма небольшая. Здесь вполне себе хорошая. Правда, конечно же, если включить двойную дозировку, то скорость несколько упадет. Но это уже другая история. В общем, в любом случае, друзья, отмечаем хорошую эффективность этой самой машины. Пожалуйста, прихватил она на 13 метров наш участок. Ну, чуть покороче, я криво поехал. Ну, и давайте, ребята, переключимся в процессе на бота, чтобы вы посмотрели, что действительно боты спокойно работают с этой машиной. И не важно, что ширина огромная, они прекрасно справляются, несмотря на всю нестандартность этого самого обезличенного нексата. Ну, вот мы посадили бота. Он спокойно едет по той траектории, которой изначально я задал коревую. Не полностью он прихватывает наше поле. Посмотрим, как он сейчас будет разъезжаться и, разумеется, разворачиваться. Вот он подъехал к краю поля. Смотрим, как он будет, ребятки, прокручиваться и разъезжаться. Ну, вот смотрите, как все делает классно бот. Он прекрасно разобрался, что наше устройство спокойно проворачивается на месте. Осталось дело за малым, выйти на нужную траекторию. Действительно подъехать к тому месту, где необходимо продолжить процесс унесения жидкого навоза. И спокойно наш бот все делает. Обратите внимание, подруливает прекрасно колесами и зайдет сейчас на самый край. Все, вот так вот. Так что, ребят, если вы хотите поработать на таком устройстве в паре с ботом, либо, наоборот, просто боту задать какую-то определенную работу на поле, правильной формы, да и не только на неправильной, вполне себе бот справится с работой с этой машиной. Боты, искусственный интеллект и с фермой прекрасно эту машину понимают. Так, давайте уберем ее с поля. Ну, у нас еще, собственно, остаются два модуля, которые необходимо протестировать. И, конечно же, оставим место для, разумеется, вот того самого опрыскивателя, который может носить как гербициды, так и жидкие удобрения. Собственно, ребятки, я сейчас немножечко раскидаю жидких удобрений. Ну, под гербициды требуется, чтобы на поле был какой-то уже сорнячок, что-то проросло, но мы в процессе жидких, вроде как, посевной, поэтому давайте именно вот то, что нам нужно, внести удобрения. Собственно, в данном случае химические жидкие удобрения. Вот так у нас все раскладывается на X 40-метровая вот эта штанга. Ну, конечно же, мы можем сами выбрать рабочую ширину нашего устройства, в зависимости от того, что мы хотим получить. Ну, конечно же, грех такое устройство использовать на каком-то узком участке фронта, разумеется. Эта машина со своими модулями требует совершенно других полей. Понятное дело, как я уже говорил, под ее, вот эту колесную базу поля подгоняются, но так как в игре, собственно, особо сильно всех плюсов не прочувствуешь, эта машина вот именно в этом плане про щадящий режим работы и отношению к полян, то, конечно же, эта машина именно про тотальную универсальность и про огромный объем работы. Поэтому, друзья мои, если вы фермер, которому нравится поработать в масштабе, которому нравится суперсовременная техника, новые технологии прилюбливает, пожалуйста, други мои, качайте смело модификации в сети SmartHub, ну и, разумеется, выбирайте нужные конфиги, чтобы получать действительно шикарный объем работы с этой машиной. Как вы видите, она действительно дает огромный объем работы при любом раскладе. Ну и сейчас мы, ребятки, поработаем с сейлкой. Сажалка, в принципе, с тем же самым принципом работы, но здесь нам, что интересно, разумеется, помимо того, что это устройство у нас вносит семена, оно еще занимается культивацией неглубокой мелкой. Собственно, все, опять же, просто, ребятки, на икс раскладываемся, на V опускаем наше самое устройство и на B нажимаем и поехали. Вот, пожалуйста, имеется анимация с частицами, которые разлетаются с земли. В общем, все необходимое для сейлки с мелкой культивацией присутствует. Все необходимые эффекты. Как что, другие, про пути пользуйтесь. Разумеется, вот, как вы можете видеть, на N можно раскрыть крышечки. Если вам надо заправить сейлку, то все можно сделать с необходимыми, разумеется, анимациями. Еще раз, ребят, повторюсь, действительно машина это самое не для каждого. В первую очередь для тех, кому нравятся современные технологии и при этом нужен еще и хороший-хороший объем работы, высокая производительность. Вот этот самый нексат это может дать. Еще раз, конечно же, отмечаю, что все-таки жаль, конечно, чтобы полноценно этот нексат не прочувствовать. Вот именно эти самые особенности его работы. Но, к сожалению, у нас такой техники хватает, которая имеет свои какие-то определенные плюсы, свои особенности. Но игра не позволяет пока механике полноценно это ощутить. В общем, други, пользуйтесь. Еще раз отмечаю, что эти модификации с Матхаба, как и сам этот самый обезличенный нексат, так и модули к нему. Надеюсь, что вам это вполне себе может пригодиться. В любом случае, все, что хотел, я вам показал, рассказал. Дальше дело исключительно за вами. Сами пробуйте, сами оценивайте. Не лишь остается, лишь сказать о главном. Пожелать вам, о вашем близком. Исключительно самого надежного, самого крепкого здоровья. Конечно же, всяческого благополучия. А всем нам мирного, чистого неба над головой. Если вдруг что, ссылочка на мою группу ВКонтакте в описании к этому, разумеется, обзору. Там меня всегда можете найти. Но я же постараюсь надуго не прощаться, чтобы совсем скоро мы услышались и увиделись на этом самом месте на канале Просто Симулятор. Да и что-нибудь опять посмотрели из мира моддинга. Так что, друзья мои, до встречи. Пока-пока.